Итак, материнская плата Intel D915GEF под таким вот порядковым номером. Это NoName материнская плата. Из них потом делали всякие Asus, MSI и прочее, что вы видите и потребляете. Но здесь очень старый чипсет 915. Он не поддерживает Xeon. Более того, он не поддерживает четырехъядерные процессоры вовсе. Здесь стоит старый одноядерный Celeron D. Память он поддерживает DDR2. 4 слота у нас до 4 гигов. Есть SATA 2.0 обычная. Пищалка встроенная. Слот PCI-Express. Питание 24 пин. 12. И еще дополнительное питание, которое тоже довольно неожиданно здесь расположено. Но без него плата не стартует. Его тоже надо подключать. Батарейка расположена тоже в необычном месте. Здесь вот такой вот кусок. Чистый кусок бэкплейта такого. Плата хорошая. Нулевая. Запускается. Работает. Ремонтов не производилось. Такой вот раритетик. Ни одного вздувшегося конденсатора. Или сломанной дорожки. Все порты работают. Проверено. Южный мост без радиатора. Celeron D кстати очень сильно греется. Очень сильно греется. Такая вот плата. Питание floppy. Питание HDD. Удобные перемычки. Такая вот плата. Питание словески. Продолжение следует...